Что касается организации Вечеринболга, я думаю, все знают, насколько они много сделали для Севастополя, для того, чтобы он вернулся в Россию, с мнением не хочет задержить. Когда я узнал, что им выделили участок СМИ, даже я порадовал себя. Когда узнал детали, очень удивился. У меня нет такой замечательной карты, такой Вячеслава Николаевича, но я распечатал небольшую карту. Я выделил красным 1 квадратный километр. То есть это 100 гектаров. Так вот, таких квадратных километров им дают 2,5 метра, чтобы всем было понятно. То есть сюда в один и такой квадратный километр вписывается озеро нашего загранилища, вся текущая база Водокума-Ночный Волг и еще больше территории. Это только один, а их 2,5. То есть возникает вопрос, зачем понадобится такая огромная территория. Земельный участок площадью 2,7 квадратных километра в районе горы Гасфорта понадобился ночным волкам для размещения многофункционального спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта. С постановлением правительства Севастополя от 12 мая 2015 года о передаче земли в аренду можно познакомиться на официальном сайте ведомства. Согласно документу, некоммерческая деятельность, которую планируют вести байкеры, это не только образование и культурное развитие. Перечислены также категории рынки, общественное питание, гостиничное обслуживание, поля для гольфа и конных прогулок. У горы Гасфорта планируют проводить не только ежегодные байк-шоу, но и соревнования по стандрайдингу, драгрейсингу и водным видам спорта. Председатель комиссии по градостроительству и землепользованию Вячеслав Николаевич Горелов выразил озабоченность тем, что при подготовке постановления и договора аренды не был проведен анализ воздействия будущего проекта на природно-ландшафтный и историко-археологический памятник, водохранилище и гору Гасфорта. Алексей Михайлович Чалый обратил внимание, что речь идет о 2,7 квадратных километрах рекреационной земли, которая принадлежит городу, севастопольцам, и предложил провести обсуждение будущего проекта при участии горожан. Равнее, чего подобного у нас на территории больше нет. У нас такого озера больше есть, единственное, а там будет природно-фравная зона. То есть я думаю, что эти ресурсы можно распределиться очень бережно. То, что мы сейчас в нем заложим, мы заложим навсегда. То есть больше этого же изменить будет нельзя. Поэтому мне кажется, здесь проработанный вопрос должен быть очень серьезный. И выбор оператора, который сделает для города то, что мы все хотели видеть точно совершенно при широком общественном обсуждении, может быть точно так же, как делали варианты бургерплава, подключить несколько структур, которые будут проектировать будущее этого места. Губернатор Севастополя Сергей Иванович Миняйло сообщил законодательному собранию о том, что действие постановления правительства о предоставлении некоммерческой организации «Ночные волки» земельного участка приостановлено. И он намерен запросить у них детальную концепцию размещения спортивно-патриотического центра в районе горы Госфорта. Он приостановит здесь и заговоров, потому что они не предоставят все документы, в том числе и план пустойства и всего остального. Поэтому я предлагаю сейчас на эту тему уже не говорить. Потому что когда предоставятся документы, мы их выставим на общественное слушание. Заместитель председателя законодательного собрания Александр Андреевич Кулагин обратился к правительству с просьбой максимально открыто рассказать севастопольцам о том, кому и на каких основаниях переходят городские объекты и земельные участки. Депутаты получили информацию, что 275 объектов передано в пользование Министерства обороны России. Может быть, это и опасно, но так как это делается... Вот скажите, пожалуйста, уважаемый Сергей Иванович, какая-либо комиссия вообще с участием депутатов, севастопольцев обсуждала эти вопросы? Или это было какое-то указание сверху? Все, что принадлежало тогда-то Министерству обороны, а здесь не только Министерству и городу принадлежало, все передано Министерству обороны Российской Федерации. Когда коллеги ознакомятся с этим перечнем, у вас будет удивление, потому что здесь есть такие адреса, которые к обороноспособности страны на веках не относятся. Заслушав и обсудив доклад правительства Севастополя о соблюдении федерального законодательства при распределении имущественных и земельных ресурсов города, Законодательное собрание Севастополя постановило, в срок до 1 июля правительству Севастополя предоставить результаты инвентаризации имущественных и земельных ресурсов города, принять меры по прекращению договорных отношений по предоставлению земельного участка у горы Гасфорта. Обеспечить разработку концепции развития территории в районе горы Гасфорта, включающей в себя разработку градостроительной и природоохранной документации и обеспечить проведение публичных слушаний данной документации. Постановление законодательного собрания вступило в силу. За его принятие проголосовали 13 депутатов из 22. Маргарита Пронина, Александр Листопад, Севинформбюро.